Единая европейская валюта сумела вернуть себе восходящий тренд, причем в условиях, которые благоволили обратным торговым настроением. В течение прошлой торговой недели доллар США активно распродавался трейдерами, обеспокоенными заявлением Джеймса Булларда о необходимости приостановить выход из программы количественного смягчения на фоне появившихся дефляционных рисков. Тем не менее, публикация отчета по инфляции, где не отмечаются актуальности названных булардом рисков, оказалась для участников валютного рынка недостаточно убедительна. Доллар по-прежнему слаб. Очередное доказательство этого утверждения – это отступление позиций единой валюте. Первый день новой торговой недели котировки самой популярной валютной пары на рынке Форекс евро-доллар удалось подняться выше отметки в 1,27. Прост на евро появился только лишь в свете оглашения результата стресс-тестов в банках еврозоны. Из 130 финансовых институтов не прошли тесты 25 банков. Итоги исследования полностью оправдали прогнозы, и именно этот факт предсказуемости поддержал евро на валютном рынке. Что же касается новых прогнозов, то аналитики уверены в скором изменении тренда. В принципе, котировка уже повернулась в противоположную сторону. Вернуться к нисходящему движению паре евро-доллар помогут сегодняшние данные по деловым настроениям в Германии от АФО. Ожидается, что недекс делового климата в очередной раз продемонстрирует снижение со 104,7 пунктов к 104,3 пунктов. С другой стороны, валютные стратеги ставят на бычий настрой по отношению к американскому доллару. Заседания Комитета по операциям на открытых рынках ФРС и расчет прироста ВВП за третий квартал окажут весомую поддержку валюте США. Оправдаются ли такие прогнозы валютных экспертов вы узнаете из информационных выпусков компании ИнстаФорекс. Следите за ситуацией на валютных рынках вместе с нами.